Меня зовут Виктор Кантер. Я к МТС сейчас имею отношение к какому-нибудь, что я директор бигдата МТС. Кучу всего написано, директор Центра МТС, диджитов, еще что-то. Короче, у нас бигдата в МТС выведена как прям полноценная функция, прям аж под уровень президента компании, также искусственный интеллект МТС, вот Валя Малых, он МТС работает. И мы как раз активно эти все вещи развиваем, ML есть и там, и там. Помимо этого, если немножко моего бэкграунда дать, работал в Яндексе, работал в небольшой период времени, даже в Майлету, там типа несколько месяцев строил академию данных и запускал. Дальше в МТС вот, и очень много преподавал. Преподавал на Курсере, если, ну вообще вряд ли уже кто-нибудь знает, но, в общем, в 2016 году там вышло и долгое лето была самая популярная специализация от Яндекса МФТ, и вот я один из ее авторов. Вот, но сегодня я буду, естественно, не все это мероприятие про себя рассказывать, а сейчас перейду к сути. Так, кликер есть? Да, но он был. Сейчас. Вы бы сказали, я взял. О, видите, в ваших руках все работает. Ну, если направлять. В общем, так, а вот это вот у вас будет. Уже познакомился, да. Ну, смотрите, тут есть какое-то количество красивых слайдер корпоративных, которые там красиво оформлены специально с какими-то лозунгами, что вот сто пятьсот миллионов специалистов, сейчас реальная потребность России в искусственном интеллекте. Дальше, что там очень много рабочих мест там создано, наверное, еще какое-то распоряжение какого-нибудь там, не знаю, министра, президента, еще кого-нибудь. И вот это все, вот это все, оно как бы для проформы здесь есть, а по делу давайте поговорим. Как вы вообще думаете, сейчас сложно устроиться вот в этом направлении работать в тему искусственного интеллекта, если в России? Это ваши мысли? Желомок, в принципе. Да, вы абсолютно правы. Я для тех, кто в трансляцию слушает, буду повторять ответы, говорят, что джурнол действительно сложно устроиться всегда, и это правда. Дело в том, что почему все врутся в эту область? Очень простой ответ, зарплаты какие-то нечеловеческие просто. То есть по сравнению с тем, что люди зарабатывают, во-первых, просто обычным регионам, и, как вы понимаете, этим можно заниматься зачастую на удаленке. Так вот, это просто что-то безумное. Во-вторых, потому что даже если ты не из региона, даже если ты из Москвы, то тут работа такая, что в некотором смысле не бей лежачего. Придумывай там какие-нибудь методы, но на самом деле методы придумывают другие люди. Ну, сейчас я вам об этом расскажу. Внедряй себе спокойно и наслаждайся своей жизнью. Ну, то есть просто пишешь, похоже, оттого, ручками, ну, как бы не напрягаешься лишний раз, сказал. Вот, на самом деле все не так просто, потому что когда у вас постоянно голова работает, то сдохнуть хочется иногда больше, чем когда постоянно работаешь физически. Я думаю, что те, кто здесь, и те, кто пришли в эту аудиторию, точно об этом знают. Но у меня даже, я сам не здесь учился, учился на физтехе, но у меня такой пример вспоминается. Как-то после первой сессии мы встретились с соседями по комнате, по студенческому общежитию. И вот один из них мне говорит, что я замечательно провел вообще каникулы, ну, после сессии каникулы. Замечательно каникулы провел. У бабушки просто был на даче и все каникулы, что-нибудь там делал, а в последний месяц вообще там яму копал. Так, в смысле, а что замечательно? Так замечательно, никакого тематана, ни о чем думать не надо, берешь, просто делаешь, все замечательно. Вот, но по-моему, для этих замечаний все равно работа достаточно клевая. И при этом, вот здесь такие страшные слова упомянуты на слайде, про там, в связи с цифровой трансформацией, что-то будет создано, а это о чем? Это помимо того, что это популярный позворд, о котором говорят все корпоративные менеджеры, и там много кто еще, и чиновники. Дело в том, что за этим есть и некоторый смысл, потому что есть куча компаний таких-то достаточно традиционных, ну, то есть там, не знаю, интересных компаний, производителей какие-то еще, которые изначально, вот изначально интересы, в своей сути, телеком. Изначально там какие-нибудь заводы, это заводы. Но уже много лет эти компании активно вкладываются и в IT, и в AI, и в МР всякие какие-то модельки, и поэтому возникает неловкая ситуация, когда у нас все уже превращается в какой-то диджитал, как бы это ни звучало, набило оскорно. И поэтому действительно позиции очень много. Несмотря на то, что джуном становиться всегда будет сложно, и, собственно, для этого и нужно получать образование хорошее. Возможностей много. Я вот тут могу добавить, да. Я вот без соответствующего образования, просто как любитель устраивался, и устраивался целый год. Поэтому могу подтвердить все слова Виктора. Не знаю, до Headhunter, когда устраивался, во многих компаниях было по тысячу лотников на одну позицию. Дим, рекламный, и Дим, потому что ты сейчас людям, которые, если учатся, сказал, что ты целый год мучился, чтобы устроиться. Я за подзывами. Ну вот, нет, ну, у тебя основной бруш, да, херическим. Ну, ты этому не говоришь. То есть, если бруш, то надо долго устраиваться, а вот вы к концу сразу возьмите. Ну, короче, смотрите, тут история какая. На тему того, что сложно стать джуром, ну, сами понимаете, если человек закончил там какую-нибудь профильную кафедру, не обязательно вот ту, которую мы сегодня рекламируем, потому что я ее сами делаю, а в принципе любую профильную кафедру, кромольные вещи, говорю, и еще и в топовом ВУЗе России, и еще молот полон сил, энергии, энтузиазма. Это вот на одной чаше весов, а на другой чаше весов кто-нибудь там с другим образованием совершенно, который уже на 10 лет старше и только начинает приходить в эту область. Ну, сами понимаете, выберут вас. Да, важно, как собеседование пройдете, еще что-то, но на самом деле выберут вас, потому что у вас вкладывается больше смысла. Это такой грустный достаточно факт с точки зрения гуманизма, но зато очень классный для вас. Окей. Дальше на тему того, кем вы вообще можете быть, если вы в этой сфере работаете, вот как в RPG-шке вы можете выбрать класс персонажей, так же здесь. То есть вы можете пойти там ручками просто в индустриальный какой-то теме работать, но я имею в виду, что вот прям быть индустриальным, там дата-сайентистом, там то, что сайентист называется, это одно лишь название, потому что понятно, что вы не науку двигаете, а скорее применяете науку к производству. Дальше там, дата-инженерам, дата-кем-нибудь там аналитикам, email-инженерам, пожалуйста. Есть отдельный класс очень крутой, это класс исследователя. Он крутой чем? Тем, что вы, вот если подумать, вот так хорошенько подумать, какие есть способы быть счастливым в жизни? Такой сложный вопрос, немножко такой гуманитарный, технический получился. Ну то есть люди по-разному отвечают. Кто-то говорит, надо много денег заработать, кто-то говорит, надо вот там семьей заниматься, надо еще что-то. Вот офигительный способ быть счастливым в жизни — это наука. Потому что это просто совершенно какой-то другой нереальный параллельный мир, в котором по-другому все устроено, в него достаточно понятно на самом деле, как попадать, и он очень красивый внутри. И в чем проблема? Проблема в том, что слово «ученый» обычно у людей не ассоциируется с тем, что по остальным сферам жизни все будет в порядке. У меня тоже не ассоциировалось. Я вот, например, начал строить корпоративную карьеру, и в итоге достаточно неплохо не преуспел, то есть я там за 10 лет условно там от жена до менеджера нормально так. Это, кстати, тоже в пользу нашей области, потому что именно в AI можно построить такую быструю окружительную карьеру. И дальше, к чему я это все? К тому, что даже вот я, когда получал образование, связанное с ЭМИ, я тоже не рвался в науку, ровно по той причине, что думал, ну а как же, вот хотелось бы, чтобы там всего в жизни было в достатке. А сейчас ситуация другая. Сейчас уже немножко по-другому. И, кстати говоря, это повод для, там, немножко зависти и обвинения представителей других наук, то есть те, кто разбирается в AI и занимается им как наукой, как-то пытается там развивать, какие-то вещи разрабатывать, постоянно коллеги математики, там, физики и прочие постебывают и говорят, ну вам, конечно, легко и здорово, вы же там в деньгах купаетесь. Ну вот, на самом деле, да. Вот. Ну, тут ураль не будет. Ну, и, конечно, есть вариант для тех, кто науку по каким-то причинам не осилил. Если не осилил науку, можете стать руководителем. Как известно, тот, кто умеет, делает, кто не умеет, учится, кто не умеет, не может учить, тот руководит. Вот. Но, кроме шуток, действительно, вы можете там какими-нибудь стартапами заниматься, пытаться запускать АСТАГИ. Кстати, это не пустой звук. У меня, наверное, получается, я больше 14 лет преподаю. Так смешно получилось, что я с 18 лет на физтехе препод. Так бывает. И у меня очень много студентов за это время. И среди этих студентов есть люди, которые сделали стартапы достаточно успешно. Там что-то продал там за один, за что-то типа 170 миллионов баксов продался на Apple. Другой там еще там за какие-то большие деньги. И я, конечно, на них смотрю, немножко завидую, потом искренне радуюсь. Если что, я не считаю, что там это мой вклад как подаватель. То есть там подавателей было много. Я так на всякий случай ремонт не делаю, чтобы они чему-то научились. Но к чему? Я вижу очень много историй. Я вижу очень много примеров, когда у людей получается. Причем, что самое интересное, вот есть некоторые догматические утверждения такие, что, например, если делать стартап, его нужно делать обязательно не в России. Потому что там мультипликаторы больше, выручки вы продадите больше, и влеченый рынок больше. А я знаю примеры, когда люди в России сделали. И тоже все удачно. И тоже замечательно они этот стартап продали. Только рынок немножко по-другому продажу устроил. И случай, когда люди делали много-много лет в России, а потом сделали спин-офф, и он вообще стал международным, а потом вообще до каких-то огромных сумм дошли. Поэтому, в принципе, все возможно, если достаточно хотеть и в целом любить то, чем вы занимаетесь. Так вот, все-таки вам придется как-то персонажа выбирать. И поэтому я бы рекомендовал сделать следующее. Я бы рекомендовал попробовать разное за время обучения. Потому что другого способа узнать вообще, что ваше, кроме как попробовать, нет. Еще важный момент. Когда вы начинаете пробовать, все классное. Ну ладно, если вообще ничего не получается, то, конечно, не классное. Но вот когда хоть чуть-чуть начинает получаться, это вот момент радости, здорово. И вы очень быстро набираете вообще какие-то навыки. Но потом наступает момент, когда уже расти тяжелее становится. И вот если в этот момент все равно желание не отбилось, то очень может быть, что вам подойдет занятие. Поэтому я бы сказал так, что можно пробовать сразу идти в тему исследований. Если у вас не получится что-то с исследованиями, вы всегда сможете в индустрию. Можете сначала в индустрию, потом как-то мигнировать. Но это сложнее. Потому что исследования самые требовательные. Потому что вы быстро соображали, чтобы хорошо помнили то, чем у вас здесь учили. Ну и что касается каких-то организаторских вещей, то их в целом в любом возрасте можно делать. Но, конечно, там попозже у вас будет больше опыта для этого. Если говорить про исследовательский путь развития, то он в основном... Да. Что в центре? Так вот, если говорить про исследовательский путь развития, то он в основном делится условно на то, чтобы в конечном счете либо в каком-нибудь, образно говоря, НИИ, то есть есть и настоящие НИИ, есть и просто там разные государственные организации, какие-то исследования ведутся, либо пойти в РНД-отдел коммерческой компании. Если же мы говорим про такой путь воина, как я его назвал, то вы просто идете там рядовым грибцом в компанию, дальше потом, возможно, растете в менеджере, возможно, просто становитесь более сеньорами. Если говорить про грибцов, почему я это хочу на всякий случай осветить? Ну, просто потому что это нормально, что не все станут исследователями. Ну, то есть не все захотят, во-первых, а во-вторых, не все осилят. И вот чтобы вы знали, что худшее, что с вами может произойти, если вы не станете крутым исследователем, худшее, то, что вы станете очень высокоплачиваемым специалистом одной из этих профессий. То есть либо будете модельки строить, либо на худой конец, если прям совсем тяжело с математикой было, то тогда данные крутить и аналитику какую-то делать. Если вам в какой-то момент захочется более инженерными вещами заниматься, ну, там, даты инженера будете, и данные там перекладывать, настраивать пайплайны с данными. И если вам захочется прям в разработку уйти, то тогда ML-инженера, вы хотите продавшими. Все то замечательно, что находили в арендах-сиентистов. Дальше, что мы сейчас открываем? Мы сейчас открываем магистратуру, которая в первую очередь будет нацелена, наверное, на исследовательскую деятельность. Я объясню, почему. Потому что этого сейчас не хватает сильно. То есть не хватает людей, которые нацелены не просто пользоваться машинным обучением, как наука и развивательным. Сейчас больше такой пользовательский подход у людей, в индустрии. И это нужно уже менять потихоньку, потому что если мы не будем постоянно в это вкладывать, не будем учиться это делать, то всякие штуки типа сейчас GPT будут появляться только где угодно, так, кроме как здесь. И вот с этой проблемой мы сейчас начинаем работать. Мы не знаем, как подготовить топовых исследователей. Я честно говорю. Если бы я вам сейчас рассказывал, что вот у нас есть рецепт, мы по нему пойдем, и вот все, кто к нам поступят, станут самыми классными ресерчерами, то можно было бы сразу понять, что я пастуху могу. Никто не знает, особенно в России сейчас, как обучить топовых ресерчеров. Но у нас какое-то количество ресерчеров в стране есть, и их вовлекать в процесс можно. Во-первых, а во-вторых, в целом, были такие уже кейсы в истории российского образования, когда у нас было не суперздорово с топовыми исследователями, но при этом они в какой-то момент появлялись. Это всегда было сопряжено с тем, чтобы делать какие-то совместные исследования там с специалистами, в том числе и из других стран, чтобы появлялись первые крутые ресерчеры, а они дальше уже возглавляли эту движуху, и дальше продолжали строить образование. Поэтому я охотно верю, что кто-то из тех, кто будет в первых наборах, и у кого пойдет, у кого будет получаться, возможно, будет там, условно, вот как у из тех есть, там, отец-основатель, ландалы, или там капица, вот так же кто-то из наших первых наборов, возможно, будет отцом вставать в какой-то научной школе здесь. И на самом деле все самое интересное будет у них. Мы пока только начинаем. Но начинать когда-то нужно. И что мы ожидаем от поступающего? Мы ожидаем, что это все-таки человек, который буквально закончил, конечно же, раз уж магистратура. Чтобы основы программирования знал, какую-то математику нормальную знал, и чтобы честно интересовался вот исследованиями, ну, или уж хотя бы стартапами. На тему стартапов, вот тех людей, у которых получилось, мы постараемся в рамках учебной программы к вам вытащить, показать, дать возможность пообщаться. Но вот такого, чтобы мы прям взяли и научили вас, опять же, как пирожки печь, стартапы тоже, извините, это невозможно. То есть много кто пробовал, и как бы учить можно, а вот так, чтобы оно стабильно получалось, это никто не умеет. Но, опять же, каких-то клевых людей вытаскивать будем, в программе прям заложено, в которых, правда, что-то самим удалось построить, или самим удается успешно инвестировать в AI-стартапы. Потому что, в целом, есть даже, ну, нечто общее между взглядом на жизнь исследователя и взглядом на жизнь человека, который стартапы запускает. Потому что нормальный успешный стартапер, он тоже в каком-то смысле исследует мир, и тоже готов разобраться с любой непонятной фигней, за ограниченное количество времени. Окей. Дальше, что хорошего, можно сказать, еще по программе. Ну, обучение бесплатное, конечно, обучение очное, живых экспертов вам вытащим. И важный момент, что, конечно же, мы будем хотеть тех, кто здесь учится, нанимать. Здесь можно резонно ответить. В смысле вы будете хотеть нанимать? Вы же исследователи собрались готовить ранее гребцов. Ну, во-первых, кто-то действительно все же будет исследователем, а кто-то гребцов. А во-вторых, исследователи нам тоже нужны. Потому что в TSI довольно много людей работает, которые, в целом, публикуют статьи, читают статьи, и вообще очень неплохо так в науке представлены. В IT-чной части МТС, в МТС-дигитал тоже в целом это направление потихонечку взрывается. Что касается программы обучения, вот здесь вот есть несколько модулей, несколько, 8. И если вы посмотрите на программу, то вот самое начало это, скажем так, заполнение определенных пробелов, если они есть, то есть если у человека по каким-то причинам не хватает знаний по алгоритмам или не хватает знаний по анализу данных, это как раз поможет восполнить плюс по всему. Есть всякие док-два, то есть базовые методы оптимизации много кто знает, но в целом на ходу можно разобраться. А какие-нибудь уже изощрённые можно в целом и нормально поработать в общем с этим. Дальше у нас отдельная история будет на то, как у нас научная работа устроена. Мы привлекаем здесь есть такой замечательный человек профессор Вадим Викторович Стрижок, который уже давно ведёт очень классный курс. Называется он «Моя первая научная статья» для тех, кто ещё пока статьи не публикал в серьёзные журналы. где прям действительно вот если стартап делать нельзя научить, вот статью писать оказывается можно научить. И вот у него получается это годами. И вот мы с ним договорились, что он как раз нам эту научную работу организует так, чтобы точно у вас статьи получились первые, чтобы почувствовали вот этот вкус победы исследователя, что вы мало того, что что-то исследуете, вы ещё то, что наисследовали, это ещё публикует. Дальше следующий следующая часть скажем так, здесь уже такие более узкие времена пойдут. Наверное, даже не знаю, что здесь ещё добавить, но даже вот штуки типа вычисления на GPU мы пытаемся вам отрезать, это такие штуки довольно сложно сделать, но дальше будет ещё чуть больше всякой специализации, как вы видите, все предметы они такие так или иначе проверяют. То есть то, что касается генеративных моделей, в главном которые тоже в общем-то полно генеративные, то, что касается рекомендательных систем, работы с речью, то есть в целом тут хороший плюс-минус стандартный набор реальных магистратуры, которые могут докачали вот темы с предпринимательством от тех, кто стартапил уже и в целом ещё сейчас работаем над тем, что может быть мы чуточку прокачаем по математике, то есть вот это предвенальная версия, но мы обнаружили, когда вырабатывали тему с исследованиями, что в некоторых современных работах требования к математике у тех, кто читает и тех, кто пишет, оказывается выше программы там вышки или физтехо и группы. Для меня это был шок. Я думал, что да ладно, ну что вы там, какие там могут быть математические знания в статьях по машинной обучению. А оказывается, что там уже вовсю расцвели всякие там тензорные анализы, дифференциальные геометрии и прочие не самые приятные вещи. для математики конечно очень красивые. Поэтому если мы увидим, что обнаруженная нами опасность для вашей научной карьеры в будущем реально, ну то есть правда надо бы подусилить математику, то еще добавим некоторое количество математических предметов сюда. Вот в принципе наверное и все основное. То есть программу вы видите, ее можно полистать, позадавать вопросы. Типа там где и о чем. Что касается преподавателей, ну вот какое-то количество преподавателей здесь уже есть. Ну и здесь написано какие они классные. Нет, в смысле я всех этих людей хорошо знаю, я с ними работаю, но я думаю, что вы знаете, можно преподавателям много рассказывать, какой он замечательный, но а то вы придете на первую лекцию и увидите, если к нам пойдете. А если к нам не пойдете, то как бы все равно можете прийти на первую лекцию и пожалеете не пошли. Вот, ну как-то так. При этом в том числе мы договорились, в смысле как компания, договорились с Лышкой, чтобы подаватели из Лышки тоже участвовали. Некоторые из них индустриальные эксперты, то есть вот например Нерцесса я хорошо знаю в его индустриальные проверки. Ну, и давайте напоследок я поотвечаю на какие-нибудь вопросы от вас и что-то так висит в конце, да? Ну, потом. Это же самое, Гэнс. Можно больше еще более стараться. Давайте еще есть? Да. Господи, боже мой. Слушайте, давайте забьем на вопрос. Отвечаю вам все свои. Так, вопросы по крайней мере. Зачем мы этим занимаемся? Сколько мест? Ну, так сказать, сколько мест небюджетно. А? Сколько мест небюджетно? Небюджетно? Пять. Они есть? Ой, супер. Вообще, я думал, ну, окей, а бюджетных же у нас третий, да? Ну, все, сходится. Обучение вечернее и очень днем. Ну, вообще, мы думали днем. Нет? Вечернее. Как-то вы будете? Как-то вы быстро? А у вас вся магистратура или что? Не вся, но больше хорошая вся. Понятно. Слушайте, ну, тогда это еще проще будет организовать. Потому что, как вы понимаете, днем подаватели работают. То есть у вас тут общие интересы. Войны интересы. Так, еще вопросы? Да? перед вашим приходом нам добавить решение задачи. Кому решение интереса? Мне. Я только в конце придумал. Давайте. Можно самолетик. Это шутка. Вопрос но, чтобы поступить он понадобится. Поэтому тут на что нужно обратить внимание? Что, чтобы поступить, нужно уметь задачки решать. И решать задачки и знать мотан немножко разные вещи. То есть интеграл взять или еще что-нибудь посчитать. Пределы это все такие механические достаточно штуки. То есть этому научиться можно очень быстро, если хоть когда-то мотан изучил. Что касается знать мотан более глубоко, если кажется, что это при обучении будет полезное, но это будет полезно, то с этим взрослым возрасте можно нормально познакомиться. То есть в принципе любой предмет из высшей математики очень приятно учиться, когда вы уже понимаете зачем он вам нужен. Просто наша проблема же всегда нашего образования какая, что люди сталкиваются с высшей математикой, когда вообще не понимают зачем она им нужна, а те, кто их продают, зачастую объясняют на каких-то очень далеких от людей примерах. То есть вот например, есть там в линейной алгебре такая вещь сингулярное разложение матриц. И в некоторых вузах даже читают отдельную лекцию про это разложение, зачем она нужна. А вот не очень во многих вузах рассказывают, как с помощью сингулярного разложения построить рекомендации FIBA в онлайн-сервисе. Мне кажется, что если бы какие-то такие примеры более близкие иногда давали, зачем это нужно, то людям бы чуть интереснее было с этим разбираться. У нас же примеры есть, но они зачастую из разряда вот там Ньютон, когда решал такую задачу по механике, ему понадобилась вот такая вот фигня. Ты смотришь и думаешь, что лично этого Ньютона знал, что ли? Ну, это же уже давно было. То есть, это интересно, но интересно тому, кто на факультет археологии поступил, не тому, кто на что-то математическое. Вот, как-то так. Еще в чате спрашивают, есть ли возможность совмещать с учебой? О, с работой. Я просто был восхищен совмещать с учебой, если бы было учебу с учебой, прям... Так, с работой, я думаю, да, смотрите, наши преподаватели же будут вынуждены совмещать с работой. Значит, наверное, и вы как сфотификаете? выкрутиться. По статистике, 95% людей в час у нас в Министерстве в городе программы позвонятся вечером, начинаются работать, сейчас полкают, люди в Министерстве в городе. Да, я могу вам честно сказать, что я целом не знаю людей из хороших вузов, практически, которые, которым не пофиг моим карьерам, и которые в магистратуре еще и не работают. То есть обычно в Министерстве уже все работают. Ну, всякое бывает, то есть если человек там чисто в науку, то может он там не будет работать, но это другая история. А есть возможность узнать про какие-то наработки, которые удовольствия внедрить в МТС, которые можно на какие-то продукты пофиг принять? Думаю, да. То есть те же самые преподы, которые рассказывают, они же их и делают эти наработки, так что прямо на занятии можно. Если имеется в виду прямо сейчас узнать, у меня с собой какой-то готовый красивый презы нет на этот счет, но можно в целом организовать какой-нибудь зум там рассказывать. Ну и потом можно там какие-нибудь ДСовские выступления тоже посмотреть ДСА и ТС Бигдат. У нас много где используется AI. При этом я больше сталкиваюсь с теми применениями, которые вот про кучу денег, в смысле компании заработать или сэкономить. И там больше вещи не про картинки, там и звук, которые наиболее сейчас модные, а действительно в каком-нибудь бизнесовом процессе клинится и хорошо спрогнозировать какое-нибудь величину на будущее. в духе сколько базовая станция денег принесет если ее здесь воткнуть. И там не сказать, что прям какая-то супер высокая наука, но там много сложных вопросов. Дело в том, что даже просто банально построить модельку тоже это не чистый предмет. Дальше второй момент, который возникает, это хорошо, если мы начинаем чуть умнее делать, и у нас возникают вопросы в духе каннибализации в станции друг другу. Мы поставили здесь, она заработает, но за счет того, что других отняла, как этот эффект ценить. И там, короче, в общем есть, где развернуться. И вот таких примеров много. Больше всего, конечно, пока что у нас примеров, связанных с телекомом и с рекомендательными системами, потому что мы много всяких контентных сервисов идем. В рекомендательных системах у нас там даже вполне себе какой-то диплевинг развернулся. То есть, мы видели наши продукты, развивающиеся на разных этапах. То есть, были случаи, когда там, не знаю, 10 тысяч пользователей, 100 тысяч пользователей, миллион, 5 миллионов. Вот, в зависимости от размера, разный объем данных, разная обучающая выборка и взлетают разные модели. То есть, где-то вообще модель не нужна, просто популярная рекомендуйте и это лучшее, что сделаете, невозможно будет победить в честном АПТ-есте со значимостью у такого варианта. А где-то действительно завелись модели на основе тип семантик structure model, это двубашняя архитектурка, которая вообще использовалась для поиска по документам, ну, точнее, не по документам, а для аранжирования поисковой выдачи, но ее адаптировали для рекомендаций. Вот, тоже вполне себе наукоемкая штука, в том плане, что науку надо знать, чтобы ее так применить. но такого, что вот мы взяли, написали там какую-то статью невероятную, разработали новый метод и его в продакшн протащили, вот таких примеров расхода не могу привести, потому что наука это обычно не про то, чтобы прямо здесь сейчас извлечь пользу, это про то, чтобы 10 лет писать всякие разные клевые статьи, тестить разные методы и потом там еще через 5 лет после этого внезапно выстрелят методы, которые оттуда выросли. То есть более долгосрочная история. Почему нам сейчас интересно в научную историю инвестировать? Ну, просто потому, что не хочется быть плоскими, не хочется остановиться в развитии и только там использовать чужие готовые разработки. Хочется там через 10 лет самим эту область двигать вперед. Еще вопрос из чатика. Что будем на собеседовании проверять? Вот предпринимательскую жилку еще как-то можно, а исследовательскую? А, ну, смотрите, на тему на собеседовании проверять. Основная проблема собеседований в том, что их нужно как-то провести за разумное время и нужно как-то людей отранжировать в любом случае, потому что всегда нужно выбирать, кого взять, кого не взять. Поэтому традиционное решение этой проблемы это дать какие-нибудь задачки, неважно на самом деле какие, то есть можно олимпиадную математику, можно контест по программированию, можно соревнованиям по машинному обучению и еще что-то. И про любой этот способ оценки можно сказать, что это не то, что надо, потому что он не гарантирует, что те, кто поступили, те, кто лучше всего справятся. Это правда, но для того, чтобы гарантировать, что те, кто поступили, это те, кто лучше всего справятся, нужно сначала с ними какое-то время поработать, посмотреть, как у них получается и после этого сделать оценку на основе двухлетней совместной работы. Как вы понимаете, у нас нет возможности это сделать со всеми желающими поступить, и поэтому мы вынуждены не побороть зло, а примкнуть к нему. И просто провести обычный экзамен вступительный, где будут задачки по математике, где будет задачка по мощно-бернеру, кстати, здесь дальше есть, по-моему, этика я провестаю. Вот будут задачки по математике, там, про матану, ленинологию, петернеру, отстату и прямые задачки в конце. И по этим задачкам мы уже отранжируем и будем принимать решения. Здесь можно, опять же, сказать, что те, кто это все знает, это точно не предприниматели. Но нет, на самом деле, это мое подсказывать, что особенность предпринимателя какая, он понимает, что он хочет сделать, зачем он хочет сделать, и делает. Вот, как бы, если у вас предпринимательская жилка есть, вы просто знаете, все посмотрите, скажете, что, ну, я, может, не фанат матана, да, понимаю, зачем мне в эту магистратуру. Окей, ну, тогда сейчас нарешаю, там, типа, 50 интегралчиков или 100, и пойду и сдам экзамен. И все. И вы, когда уже поступаете, дальше занимаетесь другими делами, учите там какие-то предметы, и то, что вы там нарешали сколько-то интегралчиков для поступления, это просто вот, ну, какие-то действия для того, чтобы поступить. То есть это игра, в которую играют все. И вот мы здесь играем в эту игру. Я также писал вступительное сочинение на тройку. Нигде не пригодилось. Расскажи подробнее. Хорошо. Раньше, в старые времена, нужно было, не было еще Легэ, нужно было написать вступительное сочинение, даже на Мехматы, там, ВМК, и как я это сочинение писал, были такие толстые книги, там, две тысячи сочинений. Вот. И я, значит, эти книги порезал на куски, надеюсь, мои преподаватели не слышат сейчас, и разложил там у себя на коленках, сижу, значит, примерно такой же аудитории, только больше, и было по пьесе «Островского гроза», как сейчас помню. И я вот оттуда отрывок взял, отсюда отрывок, оттуда отрывок, и тройку мне поставили. Вот. И пригодилось где-то, это нигде. Но, тем не менее, какие-то ставили двойки и их отсеивали. Это, знаете, это как многие и шутят, что «А вот мне никогда не понадобился мой диплом», или «А мне никогда не понадобилась, не знаю, математика или еще что-то такое», что на самом деле часто не замечаешь. Вот я, например, всего пять, может, десять лет назад часто говорил, что «Я не могу утверждать, что у меня хорошо карьера сложилась из-за того, что учился на физтехе». И меня сразу все хейтеры говорили, что «Как ты можешь так пугать физтехе?» Я такой, «Погодите, я сказал, что я просто не могу утверждать». Но, к сожалению, матлогика это не то, что знают люди вокруг обычно. Так вот, сейчас я понимаю, что на самом деле, вот если так перспективно посмотреть, то из-за хорошего образования случились практически все хорошие жизни, хорошие вещи в моей жизни, в моей конкретной. Но то же самое я думаю, что может быть и у вас, что, то есть, там, вы просто взяли какой-нибудь вступительный, подготовились, потом смогли ее сдать, и, допустим, у вас там по матану условному была тройка, а вступительный вы сдали и решили. Потому что это два разных человека. Вы взрослый человек, вы когда матану изучали. И в этот момент у вас может вообще отношение к математике поменяться. И вот таких вообще примеров их очень много. Вот, например, я когда курс математической статистики проходил, то у нас проверка стат-гипотез была в конце курса. И я, естественно, уже забил конец семестра, как-то матстат спихнул, но остальное я понимал. А потом внезапно обнаружил, что именно это и нужно дата-сайентисту, который работает в индустрии, понимать. Потому что вот из всей статистики там все остальное оно просто в МЛ как-то работает. А вот как оценить результаты обоих теста, это надо уметь проверять стат-гипотез. И мне, к счастью, повезло, что когда меня нанимали на ту позицию, где всегда задавали вопрос про стат-значимость обоих тестов, мне его не задали. То есть это просто везение. Но я потом взял, разобрался, уже там сам начал на лекциях рассказывать, так как лекция по машинному обучению все равно требует рассказывать, как его внедрять. И обнаружил, что это очень простая красивая вещь. И вот у меня было ощущение, когда учился, что это муть какая-то. А сейчас я понимаю, что для меня ничего подобного не муть, а самое логичное вообще, что там было. Вот какие-нибудь там неравенства Рио Крамора в статистике, это уже не до конца понятно, чем вам помогут в жизни. Хотя тоже красивая вещь. А проверка гипотез вообще крива. И таких примеров много. крупные компании делаются на институтах, нежели на школах. Не проще сразу взращивать сегменты? Проще, да, может. Да. Ну, то есть понятно, что чем позже вы включаетесь в игру, тем меньше у вас возможности повлиять на то, какие именно специалисты придут. Поэтому в свое время у некоторых вузов даже детский сад был приписан вуз, одно дело школы, еще и детские сады. Но в случае с компаниями мы, конечно, делаем всякие штуки со школьниками, то есть делаем всякие разные школы, делаем лекции на школах. Но нужно понимать, что школьников больше. И там больше денег нужно просто на это тратить. мы сейчас дошли до вузов. Это уже прогресс. Мы запустили свои школы. У нас есть такой проект МТСТ, там называется. И там есть свои направления. Есть школа аналитиков данных, есть школа разработчиков. И раньше у нас этих штук не было. Раньше мы рассуждали каким образом, что кто-нибудь другой готовит, условно Яндекс готовит. Так пусть они придут Яндекс с женами поработают, а он потом купится. Это же вариант. Вариант. Возможность есть. Есть. И не надо тратить кучу денег на подготовку. Но просто с течением времени появляется возможность больше влиять. есть в какой-то момент действишь по принципу купим кадр. Потом смотришь давайте чуть-чуть подготовить. Поготовили и смотрим вот мы чуть-чуть подготовили они уже настолько лучше и настолько лучше понимают вообще что у нас здесь. как-то вот ну и контакт лучше идет. И так что когда компания только перекупает кадры то эти же кадры также легко и уходит их ничего не привязывает на эмоциональном уровне компании. Вот окей хорошо попробовали подготовить неплохо теперь окей а может еще и с лузами попробуем это гораздо больше денег но почему бы нет после лузов очевидно этап это школ ну или как коллеги из одного желтого банка сделали университет сделать еще возможно колонии если опция ставить стартап как диплом значит я помню как у меня когда в смысле у одного курса к одного чуть не отчислили из-за того что по стартапу занимался вместо учебы причем стартап был по учебе в том смысле что у нас был курс который по сути сделал свой стартап без отрыва от учебы вот он сделал но учебу все провалил и и чуть не отчислили если у вас это можно как диплом поддержка поддержка есть вообще выше где мы отчитываемся что у нас есть такие истории плюсик всем поэтому это приветствуется научить столь может может можно давайте все что вы назовете стартапом то и можно назвать стартап если у вас не знаю случился клевый экзит и вы продали компанию кому-нибудь я думаю что вряд ли вам очень сильно хочется сейчас чему-то учиться вы наверное и так задолбались но пишите конечно с удовольствием рассмотрим какие-то опции скажем так если у вас стартап из разряда вы с друзьями собрались что-то прикольное делаете и смотрите а тыква она работает то это классно это здорово у меня тоже так было некоторое количество раз а некоторое количество раз не работало но этого недостаточно для поступления потому что предполагается что в целом все адекватные люди должны быть ну как минимум вот из этой среды где мы с вами сейчас находимся должны быть в состоянии довести до уровня мы с друзьями собрались тыква она работает уже неплохо дальше если у вас уже там получилось какие-то первые инвестиции поднять ну тоже обращаю ваше внимание что подъем инвестиций это показать людям которые не могут принять компетентное решение потому что слишком много факторов преднтажку таким образом чтобы они захотели вам дать денег но это все же немножко не про магистратуру вот поэтому это все клево это очень клево я тоже этим занимался мне тоже это там по-своему нравилось но в общем если у вас мегауспешный стартап то да если просто стартап вы молодец он точно будет успешным когда-нибудь но давайте все-таки поступать по-человечески 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 есть вопрос какая пропорция между уступительными испытаниями и отличными достижениями и приема что будет больше смотреть там пополам 40-40 баллов за собеседование шоу 40-40 90-1 ладно вот видите насколько они подготовлены пришел оказывается просто у нас много людей участвует в подготовке программы и я за всеми новостями не успеваю следить точно ну все в принципе ответ получен 50-50 точнее 40-40 посвящен 1 2 3 11